друзья выслушайте и смотрите подкаст этого мне мешки таскать где мы обсуждаем молдавскую политику честно со здравым смыслом и долей иронии я михаил сверкелей я иван святченко и мы в камраде и в камраде как обычно это уже стала традицией по средам мы в камраде обсуждаем молдавскую политику честно со здравым смыслом его роте визе взаимно ну давай без раскачки до предвременно раскачку времени на скачку нет перейдем непосредственно к самим темам до много интересных событий было на прошлой неделе которые с моей точки зрения требуют нашего внимания и комментариев начнем мы конечно с темы как от или не как от твоя тема на о чем мы не разбираюсь но поговорим до круглый стол который называл наталья мораль с кандидатами единым кандидатом от оппозиции до куда собрались политики для того чтобы решить кто будет единым кандидатом от оппозиции на предстоящих президентских выбор ну там собрались очень такие противоречивые и очень неоднозначные фигуры замешанные в кучу скандалов и в отношении которых это подозрение что они связаны либо с мафией либо либо с кремлем либо и так и так либо и так и так одно не включает другого потом наталья мораль почитала мой фейсбук и разразилась еще большим где ты назвал это все как а там да и она его тени мы 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 попытаемся разобраться как от это или никак дальше значит у нас тема группа ваведа которую попыталась организовать парламентскую группу или парламентскую фракцию то есть из числа бывших бывшей фракции партии шор то есть вот которые остались там мы которые пришли от партии что-то признание конституционной и которым примкнули еще двое от партии возрождения на который тоже возникла недавно которая и тоже которая шорова когда они пытались создать некую группу в парламенте не получилось что они хотели этим добиться и почему не получилось мы поговорим сегодня дальше мы поговорим о российском гражданстве его на шоры и нужно ли решать его молдавского гражданства размышляем по размышляем да каковы плюсы и минусы как оказалось у шора есть российское гражданство поэтому большее время скорее всего дальше будет жить только в россии ближе к своим куратором с которыми должен находиться наверняка на постоянно постоянно связи дальше мы поговорим о руманизации трансминистре или подготовка трансминистре реинтеграции мы не знаем там появилась передача да где титров титры было написано румынский язык что-то румынский да как бы очень не свойственно для преднестровья которая настаивает на то что молдавский существует и молдавской идентичности существует и надо его на кириллице непременно употреблять а тут они на латинице это все написали да еще нас заготовлена тема про референдум и про выборы о том как как будет звучать вопрос на на референдуме да потому что уже определились с вопросом поговорим об этом ну и напоследок оставим тему если успеем поговорим о визите премьер-министра речена и членов правительства в брюссель и о том какие соглашения были подписаны в брюсселе с различными европейскими чиновник вот такая достаточно насыщенная повестка у нас сегодня вам друзья запасаемся терпения ставим лайки будет очень интересно оставайтесь с нами увидимся через несколько мгновений итак друзья мы вернулись не забывайте подписываться на ставить лайки это подкаст этого немножко таскать где мы обсуждаем у нас к политику честно со здравым смыслом и долей иронии иван круглый стол организованный натальей марарь прямоугольный ну ладно ладно ну они так его назвали да не знаю в общем эта фотография появилась и опубликовал по-моему сама наталья моря если не ошибаюсь да я увидел его петру маковея петру макове и удивился ну о чем речь речь идет о том что насколько я поняла наталья мораль созвала этот эту встречу с рядом а прокремлевских политиков которые скрывают некоторые которые открыто прокремлевски некоторые кто скрывает свою прокремлевскую давай перечислим их там был там была сама наталья мораль на этом на этой встрече вот фотография там значит ульяновский министр иностранных дел молдовы времен захваченного государства ну время плохотнюка время плохотнюка Ну, такой Плохотниковский, Риббентроп или Лавров, тут уж кому как нравится, да. Там был, я вижу, Влад Филат, да, всплыл откуда-то, да. Не тонет Влад Филат. Не тонет никак, не потонет, да. Там был Улиновский, да, двухнедельный министр юстиции, по-моему, да, при платформе, да, когда была кума в правительстве. Улиновский и Павловский. Павловский, извините, да, Павловский. Там какая-то женщина в середине, мы не так... Адвокатесса, я уже выяснил, но благополучно забыл. Да, там был Иоанн Кику, Игорь Дадон. Наш любимый Игорь Дадон, да, Ирина Влах тоже там, и Гай Квартанян, да, который прошел в парламент от партии социалистов, потом отковался, и сейчас он у Иона Чебана в партии ИМАН, да. Ты запостил тоже эту фотографию у себя с небольшой подводкой в социальных сетях, где ты назвал все это вот кэкатом. Грубо, неполиткорректно. Неполиткорректно, да. А Наталья Мораль ответила и перевела для кого-то, что означает слово кэкат, наверное, для своих московских кураторов, которые не понимают румынского языка. Есть не только московский, есть лондонский. Лондонский, который тоже не понимает. Наверное. Да, что такое кэкат. Иван, объясни мне, почему ты считаешь себя кэкатом. Ну, сложный вопрос, потому что это элементарный вывод из того, что видишь политиков-банкротов. Наталья Мораль, конечно, посвятила моей персоне определенную долю времени своего невероятно рейтингового YouTube-шоу. Не знаю, благодарить или нет. И благодаря чему она такая рейтинговая, благодаря, не знаю. Ну, это, да, я, честно говоря, в неудоумении, а что ж тут нужно объяснять. Если мы видим экс-президента страны, который брал взятки на глазах у избирателей. Кулек ты имеешь в виду. Да, и продавал с потрохами нашу страну Кремлю. Я, как избиратель, не могу называть это другим словом. Мне не нравится и мне отвратителен подобный политик. И далее по списку можно пройтись по всем, по всем, по всем. Если вот левая сторона фланга символизирует господин Данон, как наиболее успешный карьерист, то по правой стороне на золотом крыльце сидел Влад Филат. Который, мягко говоря, замешан в коррупции, как знает вся страна. Мне абсолютно не важно, были ли там приговоры, не были ли там приговоры. Сидел он в тюрьме законно, не сидел он в тюрьме законно. Меня это не интересует. Вся страна знает, что это коррупция, контрабанда и многолетнее вранье. Ну да, и с Владом Филатом ассоциировались очень большие надежды. Да, он плюнул в своих же собственных избирателей. И его же собственные друзья за него никогда голосовать не будут. И его же просто так тупо развели, грубый тот же Плохотнюк, втянув в эту самую схему. Оказался парень очень слабенький. Ну, в заложниках оказалась вся страна. Мне абсолютно, опять же, не интересует, кто кого куда там втянул, как они там бодались своими олигархическо-политическими кланами. Мафиозными. Мафиозными. Страна очутилась в руках господина Плохотнюка. Это не очень хороший... И Филат ее слил, грубо говоря, да? Не очень хороший путь для либеральных демократов, на которых многие ставили, и к которым многие питали надежду. Ну, и в целом вся компания не внушает мне доверия, и голосовать я за них не буду. Единственное, что мне вот особо хотелось бы отметить, что пафос нашей бывшей коллеги, моей бывшей коллеги... Ну, и моей тоже, так что... Ну, я как-то просто... Я не Евгения Марковна Альбас, чтобы говорить вон из профессии. Я просто для себя... Ты Евгения Марковна Альбас тут не зря упомянул. Да, ну, это ж друзья с Натальей Морарь. Я вот не считаю Наталью Морарь нынче своей коллегой. По самым разным причинам. А в прошлом считал ее? Ну, мы работали вместе. А, да, публика точно, да. А мы на ТО, соответственно. Про пафос. Про пафос в отношении моей персоны. Как я посмел, как я мог. Я раскалываю общество и прочее. Какая-то бредятина. Дело в том, что я избиратель. Я не состою ни в какой партии. Более того, я никуда не собираюсь баллотироваться. Мне власть не нужна. Я не политикой, политикой не занимаюсь. И заниматься не собираешься? Не собираюсь. Я высказываю свое мнение, что нельзя. Или у нас диктатура. Ну, судя по Наталье Морарь, у нас диктатура. Ну, наверное. И Ирина Влах там тоже, да, что якобы там проверка началась на ТВЦ-21, потому что Ирина Влах там что-то там высказала. Проблема в том, что Ирина Влах уже там, не знаю, года три высказывают. Проблема в том, что Ирина Влах не может выскочить за свои 5% рейтинга. 4,5. Окей. Спасибо за уточнение. Ирина Влах 4,5. Вот эти вопли. Как избиратели в США смогут голосовать по почте? А в России не смогут. В смысле, диаспора. Да. Ну, как-то немножко непонятно. А что тут непонятного для вас? Что в Америке работает почта, в России почта не работает. Что это пилотный проект, который внедряется в странах с хорошо развитой почтовой системой, в которой почтовой системе государству можно доверять. Да, и речь идет о каких-то пяти тысячах избирателях. Страны Скандинавии, США, Канады. Да. Что? И пять тысяч. Это, наверное, половина избирателей его на кику. Так что, может, он рассчитывал, что все они ринутся голосовать за него. Да. Примерно, да. Примерно. Ну вот. Так на главный вопрос не ответили, они связаны с Кремлем или не связаны. И мы не увидели у всех вот эти, да, в продолжении вот этой темы, да, Ирина Влах там призвала недавно Майю Санду и парламент принять декларацию там о мире. Чтобы все было хорошо. Чтобы все было хорошо против всего там плохого. Против всего плохого. Да, но мы так и не видели осуждения войны, и мы не понимаем, они так и не говорят, откуда исходит угроза. Откуда исходит действительно угроза. Я слышу вот этот поганый нарратив, как сейчас модно говорить, Майя Санду втягивает Молдову в войну. Война продолжается уже два с лишним года, как-то если Майя Санду все втягивает и втягивает, все же никак не втянет. Мы слышим напротив сотни заявлений и Майя Санду и всех высокопоставленных наших государственных чиновников и лиц, что Молдова за мир. Что мы сохраняем мир. Что мы по-прежнему нейтральны. Наша главная задача. И хочет пересматривать нейтральный статус в Конституции. А эти все никак не угомонятся. Не угомонятся. Я вообще не понимаю, что это. Это упорное отрицание реальности. Это просто попытка создать некую... То проведите референдум о нейтралите, так вот еще нашему нейтралите что-то угрожает. То примите эту декларацию. То не втягивайте на смену. Но при этом ни разу не осудили та же Ирина Влах, та же Наталья Мораль, не знаю, российскую агрессию против Украины. Ты понимаешь, что было бы с Молдовой, если бы Додон остался президентом? Это же был бы полный третес. Да. По-другому это слово звучит? Это да. Это изначально... Ну, там, изначально бы в ООН мы бы проголосовали, либо воздержались бы, либо проголосовали с поддержкой России. Это однозначно. Помнишь, за что это начало? Сначала Россия юзала бы Молдову по дипломатическим каналам, да, то есть на дипломатической арене, а потом никто не исключает, если бы Молдова использовалась там, не знаю, для поставок оружия и так далее, то оно подобное. Это же совершенно отчетно. Посмотрите на Беларусь, это была бы вторая Беларусь. То есть, и они об этом не говорят. Та же Ирина Влах говорит о том, что постоянно критикуют, но при этом я не слышал ни разу, чтобы Ирина Влах высказалась по поводу того трендеца, который творится в Гагаузии с приходом Шора. И Ирина Влах так и не высказалась. Я забыла, она, может, что-то не заметила. Ну, я тоже не знаю, да. О том, что Гагаузия лишается инвестиций, о том, что международные структуры не хотят общаться с Гагаузией, международные партнеры ушли из Гагаузии, да, не хотят вкладывать. А она об этом вообще ничего не говорит. Такое ощущение, что... У нее серьезные геополитические планы, видать, серьезная геополитическая повестка, планы-ураганы и прочие такие далеко идущие президентские выборы или на следующие парламентские выборы. У нее план преодолеть свои 4,5%, да? Наверное, выпрыгнуть. Выпрыгнуть из этих штанишек. Ясель. Ясель. И вот вся эта компания собралась определять единого кандидата. Президенты. По признанию Натальи Мораль вряд ли не определяют? Вряд ли определяют, но меня как-то мало интересует. Будет у них единый кандидат, не будет у них единый кандидат. У меня кандидат есть, мне достаточно. Если Наталья Мораль вдруг этого не понимает, ну, хорошо. Раньше понимала, раньше понимала, что-то изменилось. Что-то в этом датском королевстве подгнило. На сумочке Гуччи, наверное, да. Не будем ковыряться в чужих кошельках, что-то. Да, и в чужих сумочках, да. Окей, перейдем, друзья. Одну последнюю фразу, можно я... Да, и почему мы это вообще обсуждаем? Потому что, понятное дело, что в чем эта цель, да? То есть, как бы, привлечь к себе внимание, да, и таким образом... Мы немножко льем воду на их мельницу. На их мельницу, да. Но мы просто не можем не отреагировать, да. Ну, смешно же. Одна фраза, Михаил, я ее выписал. Да. Процитирую дословно. Но, как говорит Наталья про себя, особую опасность представляют умные люди, которые говорят истину. Что тебе здесь не нравится? Я думаю, я ее себе заберу. В чем ты сомневаешься? Я заберу себе эту фразу. Да. В чем ты сомневаешься? В том, что они говорят истину, потому что они умные? Что они представляют особую опасность? Окей, пошли дальше. Дай бог им здоровья, долгих лет, и пошли вон из молдавской политики прогнившие коррумпоны. Друзья, не переключайтесь. Это подкаст «Это вам не мешки таскать». Не забывайте подписываться о нас, делиться этим видео, ставить лайки и ширить его. Да, увидимся через мгновение. Друзья, мы вернулись. Это подкаст «Это вам не мешки таскать», где мы обсуждаем молдавскую политику честно со здравым смыслом и долей иронии. Не забывайте подписываться на нас, друзья, если вы этого еще не сделали, да, и ставить свои лайки. Вот, о чудо, да, в молдавском парламенте решили создать новую группу «Победа», да, в честь той самой партии или движения, не знаю, которые собрали в Москве. Девять депутатов поехали к Володьке. Девять депутатов поехали. Да, и они, по-моему, да, что-то там Марина Табер заявила, да. Ну, что-то она там заявила. Марина Табер поблагодарила за поддержку России Владимира Путина, да, когда они создавали это, они в парламенте сделали заявление. Да, лидером этой группы должен был стать Василий Боле. Ясный наш, восхитительный политик. Да, Василий Боле, то есть из кого пытались создать эту группу, да, то есть это те самые депутаты. Не из КАКТа. Не из КАКТа. Нет, КАКТ в парламент не прошел, там, за редаким исключением. Ну, почему же? Ну, хорошо, беру свои слова обратно. Да, вот на экране вот эти вот люди, это бывшие, скажем так, члены, бывшие уже неконституционные партии, партии ШОР, и перебежчики в парламенте от партии социалистов, да, которые... Их такие скорбные лица, как будто они вот что-то съели несвежее. Смотри, какие вот победители стоят, и хочется вот их поздравлять, и мы хотим их флагами. Ну, не знаю, что они там съели, но, в общем, они попытались создать группу, которую тут же ликвидировали, в общем, не дали им возможность создать. И не дали эту группу возможность создать, потому что на создание каких-либо фракций и групп в парламенте наложен запрет на вот их самых членов парламента от неконституционной партии ШОР. На самом деле, это диктатура желтой чумы, Михаил, ну уже что. Зачем тебе закон, когда есть диктатура? Ты считаешь, что это из-за диктатуры? Это все из-за диктатуры. Не, ну давай, если серьезно, если честно, как бы, нужно ли было им запрещать создавать эту группу? Мне все равно. Я смотрю, что парламент, парламентское большинство ссылается на закон, приводит выдержки из регламента парламента, но, собственно, и тебя спариваете в суд. Ну, мне, честно говоря, да, это вопрос уже к прокуратуре, антикоррупционной прокуратуре, что Марина Табришу делает в парламенте, несмотря на то, что ее сколько... В антикоррупционной прокуратуре очень много вопросов. Да, столько раз лишили уже неприкосновенности диктатского иммунитета, она все возвращается в этот парламент и пытается там что-то сделать и так далее и тому подобное. Додона тоже лишили? Или Додона еще не решали неприкосновенности? Нет, по-моему, еще... Ну, Додон же ушел из парламента. Да, 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 пардон, пардон, пардон. Додон же ушел для того, чтобы возглавить некий союз предпринимателей, там, не знаю, деловой союз чего-то там, да. Ну вот они попытались создать, и как-то не получилось у них создать. Я думаю, это было сделано для того, чтобы дать некую легитимность этой самой победе, да, что-то показать, что у Победы, а Победа это парламентская партия, которая еще не зарегистрирована, и, вероятно, будет зарегистрирована, да, но как-то предатники и себе, теку себе легитимность. Смотрите, мы... Ну, на шапке в бумажках можно записывать, логотипчики ставить, флажками махать. Парламентская парламентская партия, да, и так далее. И не получилось, не получилось, да, то есть это было бы... Смотрите, с чего они начали, да, с благодарности Владимира Путина. То есть сразу показывают, кто их хозяин, и на кого они работают, и что они будут делать в случае дальше, да, то есть как будут зазывать и дальше, да, Владимира, Владимира Путина. Почему на этом круглоквадратном, квадратно-гнездновом столе не было представителей партии Шор? Уже ли это не оппозиция? Ну, и всех его карманных подсвинков. Ну, я не знаю, там, кстати, были крикатуры с вопросом, кого же здесь не хватает. Да, да. Слона-то мы в комнате-то не приметили. Владимир Георгиевич есть, Владимир Васильевич есть. Слон в кадр не попал. Да, Игорь Николаевич, вот он, яуче сидит. Да. А этот? А этот нет. Дедушки, кстати, тоже не было. Ну, я думаю, что он же уже хочет все бойкотировать. Усатого не было, кстати, да. Ну, может быть, это и хороший признак. Евгения Гуцул не было. А вы, Евгения Гуцул занята поездками в Москву. Ну, тут да, тут интересно. Переформами и с этими каруселями, ну, слушай. А, ну да, сейчас же 1 июня, да, да. Счастье, наконец, прольется. Никак, никак, никак. Постучалось в доверие. Счастье вдруг. Никак-никак не закончат устройку, да, посмотрим, что у них получится. Ну, в общем, да, не получилось создать партию, фракцию «Победа». Пойдешь прыгать на батутах? Нет. Нет, хорошо. Друзья, мы переходим к другой теме. Не приключайтесь, мы скоро вернемся и поговорим о российском гражданстве Илона Шора, о котором он объявил в интервью одному российскому журналисту. Скоро увидимся. Друзья, мы вернулись, это подкаст «Этого не вышки таскать», где мы обсуждаем молдавскую политику честно, со здравым смыслом и долей иронии. У нас следующая тема, мы поговорим о российском гражданстве Илона Шора, о котором он заявил в интервью одному влогеру Стасу Васильеву, да. И так спокойно мы узнали, что Илон Шор оказывается гражданин Российской Федерации. Это вы отрицал, но, видать, товарищ зрел, зрел, зрел. И вот на третьем году войны решил взять самое нынче популярное российское подданство. Ну, у него, мне кажется, не остаются других вариантов, да, кроме как того, что в Израиле, видать, ему оставаться было опасно дальше. Ну, судя по всему, да, переговоры Тишинева-Израиля о... Возможно, экстрадиции. ...к экстрадиции явно шли, и, видимо, запахло жареным. Ну и чтобы не пострадать. И чтобы быть поближе к своим кураторам. Да, что там, господи, то телефонные переговоры, то нужен какой-то частный самолет, то в Турции... Какая-то защищенная связь. Да, слишком много проблем. А тут, собственно, что? Под боком, да. Под боком. Дача есть, дом есть, друзья. Песков. Да. Усы Пескова, да, и так далее. Ну, тут очень интересно... Это, опять же, мы говорили об этом, по-моему, в одном из наших выпусков. Это по поводу его уголовного дела. У него же... На него же возбуждали уголовное дело в Российской Федерации. Оказалось, что... Потом приподзакрыли глаза уголовных дел... Оказывается, он уже не уголовный преступник для Российской Федерации, а очень даже полезная игрушка, привычу полезный инструмент для дестабилизации Республики Молдова. Он был даже какое-то время, насколько я помню, персоной Нонграда. В России. И он не мог туда заехать. Ну, заехал. Ну, заехал, да. И получил... Времена меняются. Вокруг... Вокруг этого, в связи с этим, как бы, разворачиваются дискуссии в Республике Молдова лишений гражданства лиц, которые, ну, там, наносят очередной ущерб интересам страны. По-моему, в парламенте сейчас обсуждается законопроект, который, не знаю, там, в случае принятия даст возможность президенту лишать гражданства. Ну, президент и так есть возможность лишать гражданства, но там расширяется, по-моему, да, это список. Ну, СИБ должен поработать и выдать свой вердикт. Да, в том числе туда, я так понимаю, включили лица, которые находятся под международными санкциями. Илон Шор как нельзя, кстати, подходит под это, да, у тебя сегодня была какая-то идея относительно того, почему нужно таких как Илон Шор, и часто эти Илон Шор лишать гражданства. Но я не знаю, как бы, будет делать президент... Вообще, примут этот закон, не примут, посмотрим, что еще нужно, да, и пойдет ли президент на то, чтобы лишать гражданства таких как Илон Шор и людей, которые связаны, находятся под международными санкциями и совершали в отношении Республики Молдова деяния, которые наносят, нанесли ей очень серьезный ущерб. Но тут есть как бы рациональное зерно в этом, да, то есть как бы лишение Илона Шура гражданства, что даст Республике Молдова? Противники подобного потенциального решения, то есть никто же не говорит, что его прям кто-то готов лишать гражданства, говорят, что если Молдова лишит его гражданства, то Молдова не сможет его посадить. Я человек мирный, я никому тюрьмы не желаю, даже вот прожженным кэкатом, не будем называть их по именам, их можно, собственно, посмотреть на них, полюбоваться рожами. Но тюрьмы я никому не желаю, мне вот не нужно, чтобы кто-то там из них сел в тюрьму на 15 лет. Мне не нужно. Мне плевать на этот украденный миллиард, прошло 10 лет, я живу сегодняшним днем и будущим. Ну, насколько вероятность того, что вообще Молдову сможет его посадить, на самом деле? Практически никакой, особенно если он находится на территории России, и с Россией сейчас все хорошо, у него российский гражданин, Россия точно выдавать его не будет, Россия через него проворачивает махинации, ведет гибридную войну, продолжает гибридную войну против Республики Молдова. Пытается дестабилизировать Республику. Есть у него молдавское гражданство, нет у него молдавского гражданства, это продолжается. Да. И, видимо, поскольку мы входим в предвыборный и выборный период, продолжаться это будет еще долго. Но если останется товарищ без молдавского подданства, то с деньгами будет несколько сложнее. И плюс... Ему ты имеешь в виду. Ему, да. Спонсировать и финансировать всю эту преступную шайку-улейку под видом десятка партий. Да. Ренаштель там и всякие прочие... То есть он уже не сможет быть официальным лицом этих политических партий и в избирательных кампаниях участвовать в поддержке этих политических партий. Он не сможет никуда избираться, ни теоретически, ни практически. И станет чуть легче дышать. Потому что, ну, пускай строит свою прекрасную политическую карьеру в новом своем государстве. Пусть избирается в Государственную Думу, пусть баллотируется на пост президента Российской Федерации. Я думаю, такой глубокий ум, как минимум, ровня Владимиру Путину, а может быть даже и более. Кто мешает? Гражданство есть? Потенциала побольше. Молодой хотя бы, но господи. Он там, понимаешь, какие он провернет на шашне? Все будет тихо, мирно, войну закончат. Может стать мэром Биробиджана, например. Ну, а почему ты думаешь, что Москвы он недостоин? Москва стоит месяцы. Да, почему нет? А как же насчет правосудия? Вот понимаешь, он-то должен понести наказание? Это не ко мне, я не прокурор. Уже, ты не считаешь, что он должен понести наказание в Республике Молдов за те преступления, которые он совершил в Республике Молдов? Мне все равно. По закону, да, должен. А мне вот как избирателю, как гражданину, мне все равно. Ну, тут есть некая рациональность, ты рассуждаешь с точки зрения того, насколько были великие риски. Оставаясь, гражданин Республики Молдова, он может нанести больше вреда, чем принести пользу. Пользу он никакой принести не может. Но если карусели Гагаузии, это счастье, то моя жизнь несколько, ну, больше какой-то потенциал интереса вмещает, в том числе процессы европейской интеграции. Нет, я имею в виду, что польза от того, что будет оставаться гражданин Республики Молдова в расчете на то, что когда-то Республика Молдова сможет его посадить и таким образом наказать, то есть он понести наказание, это такая, что называется, журавль в небе. Это журавль в небе или это дело такого отдаленного будущего? Может, не очень отдаленного, но все-таки будущего. И пока это будущее настанет, он может 10 раз дестабилизироваться. Да, да. То есть мы рассуждаем это теоретически. Я и гражданство бы его не лишал бы, вот если в моих руках решения было. У меня нет таких полномочий. Да, полномочий нет, вряд ли будут. Балонтироваться, повторяю, никуда не собираюсь. Да. А вот... Ну, это мнение, точка зрения, которое имеет право на существование. Ну, вой, но мы избиратели. И точки зрения заключаются в том, что, да... Высказывать, не собираться вот этим вот кромпонам, которые выбирают единого кандидата. А высказывать свои точки зрения в диктатуре. В диктатуре должны звучать какие-то свежие голоса. Разве нет? Например, как вот эти. Как у нас. Зачем кто-то нас смотрит? Нет. Точка зрения заключается в том, что, лишая Ивана Шора гражданства, мы просто-напросто предотвращаем его возможность оперировать Республики Молдова и участвовать в избирательной кампании. Потому что, как мы видели, в избирательной кампании Евгений Гусун был главным лицом. Он фактически был кандидатом. То есть, до Юрия она была кандидатом, которого зарегистрировали в избирательной кампании. Дефакто пошлял товарищ. Да, и он был главным лицом этой избирательной кампании. Ну, с телевизором они же носились, с телевизором как с иконой. То есть, если он не будет иметь гражданства, то есть, как бы, он уже не сможет вовлекаться в эту избирательную кампанию. И любое его вовлечение в эту избирательную кампанию будет рассматриваться как вовлечение иностранного гражданина . что дает основание по большому счету снять кандидата который поддерживает не гражданин как бы с избирательной гонки и дай мне волю я бы устроил тут такую диктатуру поснимал бы многих выборов то есть ты не согласен что заявление вот этой группы которая собралась круглая как назвал круглая круглый стол вот так гнездовые переговоры едином кандидате да они кстати часто разгрыга рассуждают по поводу что молдове диктатура диктатура мая санды диктору пас ну не совсем я просто боюсь уже скажешь и сразу матом 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 надо же быть вежливыми интеллигентными людьми ну да я потом получается когда смотришь на эти коррумпированные рожи опять же то есть возникают эти люди которые ни слова еще не сказали владимир путин и его агрессии на зачем диктатура мая санды а если мы должны дружить с российской федерации какой российская федерация на образом дружить как пока там находится режим владимира путина который да владимир путин уходить не собирается который с нами дружить не собирает落 неれた на марию владимиру 2ゃ шарова с там даже своей буду жить вот этим всем ряп о ком старых пердунов но я просто представляю себе если бы игорь додон или ион кику или тот же полан шоу рассказал что владимир путин на это режиме не достойно про этой страной просто интересно было бы посмотреть через сколько минут они оказались бы где-нибудь в подвале какого-нибудь следственного изолятора и через сколько мгновений у них в одном месте оказалось бы бутылка шампанского ну либо добровольцами на фронт защищать россию с ввода на и своего да там много вариантов хорошо развитой демократии такого государства передового во многих-многих отношениях из которого правда молдавская диаспора пока не сможет проголосовать на выборах по почте увы вы не в этот раз и в этот раз да next time next probably до какой-нибудь другой жизни и в другой стране и в другой стране друзья это подкаст этого не мешки таскать мы прервемся на небольшую паузу допущу вернемся и обсудим руманизацию или подготовку к реинтеграции кунили уже что-то не раскрываем карты карты на стол не переключайтесь курю не друзья мы вернулись это подкаст вам не мешки таскать где мы обсуждаем молдавскую политику честно со здравым смыслом и долей иронии иван ну очень многие молдавские сми на прошлой неделе обратили внимание на то как приднестровское телевидение назвала румынский язык румынским и субтитры или как называется плаш куда внизу которые субтитры дала на румынском языке на румынском вы видите на латинице да они на кириллице да и не называют его молдавским микросенсация но такая показательная как ты как ты тащит когда воспринимаешь они смягчают риторику подготовиться к чему-то видят безнадежность той ситуации которая ну скажем которую поставил их владимир путин они уже не говорят о геноциде а это удивительно исчезновение слова киноцид из риторики господина игнатьева и наши коллеги может ему сбу объяснил может из был объяснил а может компания шериф объяснила может здравый смысл возобладал в конце концов если вернуться на полшага назад субтитром на румынском на латинице это же здравый смысл это же не нужны никакие геополитические политические решения язык романской группы пишется на латинском алфавите вы же разве не нужны были 30 лет назад и конечно же 30 лет вот умнеют люди проходит время когда кого-то доходит с опозданием прописная истина но слушай французский не пишет о кириллице нет прекрасная кириллица я очень люблю кириллицу я пишу на кириллице по-русски но невозможно писать по-французски на кириллице и правда какие на румынской на румынском это даже выглядит совершенно ужасно и на гагузком на кириллице не записи вот это лингвистика опять же мы прошлый раз говорили что-то по поводу лингвистики это лингвистика это не политика ну вот видишь здравый смысл возможно подкрался и до лидеров террасполя поскольку я думаю именно они определяют по как работает предусловское телевидение ну кстати очень интересно я обращаю внимание на то что вину если смотреть на назад в историю такую такую неотдаленную историю готов так 9 года так 90 времен на не признаны гагаузской самопроизводной гагаузской республики да мы видели как значит и политические лидеры из камрада и террасполя обратались и чуть ли не целовались в десна сейчас когда в шор пытается в гагаузии организовать этот трендец да с противодействием процесса европейской интеграции запугиванием сепаратизмом и так далее мы пока не видим как бы попыток наладить какое-то взаимоотношение с приднестровьем с террасполем да из гагаузии как тут и тут интересно террасполе сторониться всего этого не пытается дистанцироваться от того что происходит в гагаузии и вопрос почему она то есть как бы получается что это вся путь который не взяли 30 лет назад на там отделение на самостоятельное существование там уже никто в это не верит мы в прошлый раз говорили да что шериф торгуется европейским суживу процентов товаров уходят туда как думаешь там есть у элиты желание реинтегрироваться и вернуться в скажем так в молдову стать не знаю там частью международно признанного независимого суверенного государства республика молдова но ты много много вопросов совместил в одном а если вот говорить про разницу между гагаузии и приднестровьем приднестровье это игрок а гагаузии играют криминальные группировки там всерьез находится российская армия спецслужбы контролируют россии и параллельно существует государство в государстве шериф который также воевать не хочет и это очень много это за два года постоянных вбросов кремлевских и прокремлевских сми даже наших закрытых медиа в диктатуре же может напоминаю не надо забывать что мы живем диктатуре закрыли помойку воняло ну наверное диктатура от помойка смысле воняло да ну вонял помойка воняет ну воняет мы убрали обеспечили санитарную безопасность немножко как-то освежили пространство инфрационное пространство уже не воняет не так войне тоже воняет прям скажем приказ вы никуда не втянулась ни в какую войну там были провокации там были вот эти вот совершенно непонятные ну подрывы зданиям гб так называем в расстреле растил из гранатомета теплый воскресный вечер когда никого-то никого там нету разбили два окна и по-моему дверь там вышибла вышку куда подорвали вертолет помнишь взрывали дрон снизу под к нему подлетает вертолет видно лопасти совсем упали упали давно 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 там нету лобовых стекол вот ужасные сбу нацелилась вот дрон потратить на них не работающий уже никогда никуда не взлетящий вертолет окей то есть его даже это фантазии слушай фантазии кгб приднестровского или фсб российского кто их там знает мгб приднестров как бы нет мгб мгб фсб там значит что тогда фсб вот и власти приднестровья в лице шерифа воевать не хотят и риторика меняется как-то но мне бы хотелось чтобы грош победили сталь холодильник победил телевизор да потому что жить мирно всяко лучше и до контрабанда это конечно же плохо и нарушение закона но от контрабанды можно избавиться заниматься нормальным бизнесом это раз а второе судя по всему частично нормальный бизнес занимается учесть частично так конечно занимаются магазин супермаркет работает ненормальный бизнес нормальный бизнес люди покупают еду стиральный порошок хлеб мясо молоко производит коньяк производит коньяк бизнес бизнес вполне себе бизнес футболка хорошо играют скупают игроков налево направо я хотел бы думать что такое неформальное руководство приднестровского региона смотрит будущее с осторожной надеждой на какой-то вход в цивилизацию тем более что все они насколько я знаю граждане евросоюза по паспортам и живут насколько я знаю они не с ним не всегда преднестровье германия там мелькала испания тоже там мелькала и конечно ездить по европейскому союзу гораздо веселее нежели передвигаться по территории сельская оказалась гражданин украина и украины тоже тоже и украины тоже и про молдову в общем оболдова да что называется да нужно же как-то кишневский аэропорт приезжать и вылететь а у супруги господина красносельского насколько я помню румынский паспорт есть даже румынский паспорт это же все как-то нормально и наверное не боится румынизации на кириллице румынский паспорт написан и выдан специально ей на кириллице того а наш клятву давала до журомын 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 ты проходишь журомын нормально все все живы здоровы и ты клятву верность румынскому государству как же так как так то у первого лица так называемого причудливо тасуется колода очень интересно очень интересно ну хорошо а то есть тут вопрос каких условиях будет реинтеграция они очень зависят от газа россии будет дань российского газа не будет газа не будет преднестровья ну что тот же шериф который наверняка больше с большей надеждой смотрит на реинтеграцию в цивилизованный мир чем скажем тот же фсб которые туда не смотрят ну понятно который контролирует имеется в виду преднестровь то лирует по много то есть они как бы точно не хотят но этот же шериф таких условиях и реинтегрировался явно с сохранением какого-то статус кого на территории региона и попыткой контролировать согласно ли сбудет с этим молдову как ты думаешь это дело тоже более отдаленного будущего сохранить мир нужно провести президентские выборы с этим а санду не она подчеркивала что она не видно после в последнем интервью дуги она подчеркнула что они она виде только мирное разрешение преднестровского конфликта триста пятьдесят тысяч раз моя санду подчеркивала молдавский граждан исключительно мирным путем и помимо моей санду опять же весь все руководство страны парламентская фракция правительство вице-премьеры по реинтеграции и прочее 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 официальные более официальные менее официальные лица постоянно говорили одну и ту же фразу повторяли одну и ту же мантру только мирным путем только мирным путем мы не слышим никакой милитарийскими они ни разу вот не слышал что давайте мы завоюем при днестрове или нам украина поможет вбросы десятками случаев попытка спровоцировать провокации выше крыши да как это вот картина другая реальности если ты хочешь жить в фантазиях но фантазируй можешь в каидоскоп смотреть и увидеть красивое солнечное небо можно просто на небо посмотреть и увидишь вот солнце вот облака не надо калейдоскопов тебе тем более что калейдоскопы немножко подпорчены кремлем нужно ли искать способ при интеграции потому что очень многие я прошу прощения очень многие эксперты говорят о том что сейчас что называется то самое время но возможности окно возможности и нужно сейчас искать какое-то решение для принес русского вопроса то что если ну допустим в этом году истекает срок контракта между газпромом и укра транс газом до которые транспортируют сюда через заканчивается соответственно российский газ больше не сможет поступать через окр-трантранспортным газотранспортные сети украина в республику наладово соответственно ничего будет поставлять приднестрове невозможно будет подставлять приднестровую российский газ и тогда уже принес трое каким-то образом ну грубо говоря само отвалится от Российской Федерации. То, что за счет российского газа, то она, по большему счету, и существует. Понимаешь, это все очень сложно рассуждать теоретически. То есть это непростая математика? Совсем непростая математика. Просто так от российского газопрезентновья отказывается, и в рекунин начинается реальная какая-то катастрофическая экономическая ситуация. И гуманитарная катастрофа для Республики Молдова. Потому что там живут наши граждане тоже, да? 370 тысяч человек с молдавскими паспортами. А эти молдавские граждане в своей жизни еще за газ не платили. Из-за электричества толком тоже не платили. У них, разумеется, оплачивают свои коммунальные счета, но это, мягко говоря, далеко от рыночных цен, по которым Молдова платит последние 25 лет уж точно. Вот. И что делал дальше, непонятно, потому что на газу, на газу или на газе. Не важно. С помощью бесплатного российского газа работает Молдгресс. И работает ММЗ. А это плюс-плюс 70-75% доходов бюджета непрестанного нашего региона. А тут бабах и нету. У них сейчас дефицит бюджета 50-55%. А там будет просто не кокот, но кикоз. Что с этим делать в Молдове, непонятно. И что с этим делать международному сообществу, тоже непонятно. Россия вряд ли будет переводить доллары на поддержание благосостояния жителей Приднестровья, потому что нет газа, нет ножек, нет сапожек. Ну, на самом деле, да, проблема очень сложная, и у нее нет такого простого решения. Я не взял с собой решать, потому что, ну, есть специалисты поумнее меня. Абсолютно. Ну, это, во-первых, да, вопрос цены, вопрос качества жизни, вопрос уровня доходов, вопрос цен. Цены там, те же самые энергонесители, они до сих пор ниже. Ну, не то, что ниже, совсем дешевые там. Да, то есть люди платят копейки за газ. Потому что такая прекрасная власть, и нет диктатуры. А потому что есть бесплатный газ, за который население что-то там платит. Ну, диктатура там как раз-таки есть. Ну, кому-то нравится. Окей, мы прервемся на короткую паузу, после чего вернемся и поговорим о предстоящем референдуме и выборах, тем более уже парламент проголосовал за окончательную формулировку вопроса, который будет внесен в бюллетень по референдуму, да, о том, какой этот вопрос и каковы здесь, ну, не знаю, там, риски или не риски, да, в связи с этим, да, мы поговорим через несколько мгновений, не приключаясь, скоро вернемся. Друзья, мы вернулись, это подкаст «Это вам не мешки таскать», где мы обсуждаем молодовскую политику честно, со здравым смыслом и долей иронии. Иван, у нас следующая тема, мы в этой части предлагаем поговорить о референдуме и выборах. 20 октября мы голосуем «За». Мы голосуем «За». Здравый смысл. За здравый смысл, да. Значит, уже парламент проголосовал за вопрос, который будет включен в бюллетень, не как он будет включен. Раньше, значит, первый вариант звучал так. Вы за присоединение Молдовы в Европейский Союз, да или нет? Но поскольку речь идет о внесении изменений в Конституцию, да, и люди будут голосовать за изменения в Конституцию, а мы уже говорили, какие изменения будут внесены, будут внесены изменения в преамбулу, да, где путь европейской интеграции объявляется главной стратегической целью Республики Молдова, и также вносится статья, по-моему... 35 прим. Прим, да, где говорится о верховенстве законодательства сообщества над законодательством Республики Молдова. Ну, собственно, мы де-факто этим и так уже обладаем. Руководствуемся, да, по большому счету. Вот как будет звучать вопрос в смысле, в той версии, за которую проголосовал парламент? Значит, поддерживаете ли вы изменения в Конституцию ввиду вступления Молдовы в Европейский Союз? Да, отвечаю, да. Ты задаешь мне вопрос. Сразу, да? Я тебе отвечаю, да, поддерживаю. Проголосуете да, скажи да или проиграешь. Помнишь, что было такое, да? Ну, голосуя и мозгом, и сердцем. Очень многие утверждают, что это может быть риск, да, потому что, как бы, здесь неоднозначно спрашиваются, вы за европейскую интеграцию или против европейской интеграции. Здесь какая-то формулировка о том, что, как бы, ну, вот тут внесение изменений в Конституцию, как бы, да, и тут... Юридически она более корректна. Если руководствоваться мышлением юристов и легистов, есть такое в русском языке, как я недавно узнал слово. Да, легисты, да. Легисты. Если вот смотреть на это с точки зрения легиста, то второй вариант, окончательный вариант, он более юридически корректен. На мой взгляд, я не юрист, но я, разумеется, работаю много лет с проектами законов, постановлений правительства. Я вижу, как идет законодательный процесс, я знаю все эти этапы. На мой взгляд, второй вариант, окончательный вариант, он более корректен с юридической точки зрения. А в целом, что отвечает, что так, что так, отвечает, да, я за здравый смысл. Ну, он же, как бы, более корректен со всех точек зрения, потому что мы же вносим изменения, вернее, предлагается внести изменения в Конституцию. А и мы, народ Республики Молдова, вносим изменения в Конституцию о том, что мы за нормальную жизнь. Да, и тут разворачивается очень серьезная кампания, опять же, раздувают скандал, не то чтобы скандал, да, опять запугивают людей о том, что якобы, те, кто призывают не участвовать в референдуме, призывают, скажем так, запугивать людей тем, что вот мы дадим ПАСу право решать относительно того, что вносить Конституцию. То есть мы, участвуя в этом референдуме и высказываясь за, мы дадим им право своими пальчиками лезть в Конституцию, ее там менять. Проект-то уже есть по праву этих? Ну, в том-то и дело, да, что проголосовав на референдуме за, допустим, да, ты не даешь право, ПАС не будет сидеть и думать, окей, какие же изменения теперь мы внесем в Конституцию? Уже есть эти изменения, да. Они уже утверждены. Проект изменений, он принят. Если люди скажут да на референдуме, соответственно, уже четко понятно, какие изменения будут. Что будет в Конституции нового? Не так, что очень много нового, но очень важного, да. Но голосуя на референдуме, люди будут голосовать в том числе за вот эти поправки. Собственно, смысл этого референдума внести поправки в Конституцию, да. И конкретные поправки, которых мы... Конкретные поправки с конкретными буквами, словами и предложениями. В общем, друзья, голосуем за... А не будем дураками. А не будем, да, валять дураками. И пускай вот кэкаты, не кэкаты, которые смотрят на эту страну с высочайшим омерзением и грабят эту страну, и считают, что живут здесь идиоты, тупые бараны, бедные, нищие, тупые бараны, которым не нужно никакое будущее. Ни нам, ни вашим детям, ни внукам, ни правнукам. Так вот, чтобы эти товарищи с любыми своими позициями, пусть они их высказывают, мы демократическая страна. Не диктатура. Не диктатура все же. Но чтобы эти товарищи приподзаткнулись. А народ нашей страны, народ Республики Молдова выбрал в кои-то веки меняемый курс, ну, не в рай, не в какой-то вот молочной реке, кисельные берега такую страну, а в цивилизацию, цивилизационный мир. Цивилизация там, рынок там, деньги там, друзья там. Безусловно, потому что у нас, делаю небольшой тизер, у нас был посол Болгарии Майя Добрева. Мы брали у нее интервью в этой студии. Интервью должно появиться у нас очень скоро на YouTube-канале, завтра оно появится. И, ну, Болгария, насколько она больше Республики Молдова и по населению, и по территории. Ну, конечно, спасибо. Да, в 2007 году вступила в Европейский Союз. Ну, она и говорит, что, в принципе, ты не можешь быть независимым и развиваться, да. То есть, как бы, вступление в Европейский Союз в Болгарии открыло огромное количество перспектив. Как Болгария ими воспользовалась, это уже, как бы, знаешь, что называется, вопрос к самой Болгарии, к народу Болгарии, да, и к власти Болгарии. Но однозначно показатели повысились, да. То есть, как бы, и ВВП повысился, и заработная плата повысилась, да. И там никто не рассуждает относительно того, что вот, а лучше ли было бы, если бы мы оставались независимыми, да, и мы могли бы дружить со всеми, и с теми, и с этими, да, что невозможно в сегодняшнем мире. Это невозможно было еще в 2007 году, когда Болгария, Сумыния вступали в Европейское судно. Но тем не менее, в Республике Молдова, особенно сегодня, когда, вон, в соседней стране идет война, агрессивная преступная война, которую начал Владимир Путин, да, против независимого суринного государства Украина, находится и немало людей в Республике Молдова, которые позволяют себе рассуждать если того, а вот лучше оставаться независимыми, нейтральными, да, и не с теми, и не с этими на 360, доступными на 360 градусов. Ты прямо сейчас как вот его на кику процитировал, вот я буквально вот эти заявления видел от него, ну, наверное, от прочей компании там тоже звучат. Ну, Ирина Влах об этом часто говорит. Ирина Влах. Доступность на 360 градусов, понимаешь? Я не очень представляю себе, как можно дружить с Владимиром Путиным после вот этого кошмара, который начался 24 февраля 2022 года. И Молдова, как член семьи цивилизации, мы такие немножко бедненькие, немножко глупенькие. Мы, я вот про себя даже все это говорю, абсолютно не выпячиваю какой-то свой мозг, прозорливость и прочее. Да, делаем ошибки. Но мы цивилизация. Мы люди. Мы знаем, что людей убивать нельзя, что войну вести плохо, что войну нужно прекращать. Владимир Путин войну не прекращает и прекращать не собирается. И не прекратит, пока находится в власти. А власти он будет находиться ну, сколько Господь Бог отмерит. Нельзя дружить с такими партнерами, которые ни во что тебя не ставят и которому ты нужен только чтобы тебя поюзать. Ну да, оставаясь вне рамок какого-то более серьезного объединения как европейский союз, мы просто, грубо говоря, мишень. Да, мы не Китай. Не, абсолютно. Абсолютно. И то соскаться не будет. Нет. Тут уже совершенно же понятно. Все вот в открытую все это говорится. Откуда придут вежливые человечки. И опять же, участники этого квадратно-гнездового стола ни слова об этом не говорят. Нет, ну они это не замечают. Они замечают диктатуру. А то, что кто развязал войну, они не говорят, а Молдову втягивают в войну. А кто ведет эту войну? Ребятки, кто ее ведет? Или Молдова нападет на Россию, или Молдова нападет на Румынию. В какую войну Молдову втягивают? И кто ее втягивает? И кто ее туда втягивает? Самое главное. У кого карты висят? И кто хочет войны, главное, да, то есть как бы на вот этом вот континенте под названием Европы. Один единственный человек, Владимир Путин. Он хочет войны. И он эту войну затеял, это преступная война, и он не собирается ее прекращать. Шесть фронтов, когда 24 февраля было открыто шесть фронтов. Это не война? Это специальная военная операция на шесть фронтов? Алло? Да. В общем, друзья, сохраняем бдительность, да, и не верим всяким вот этим вот участникам квадратных гнездов. Информационная гигиена в наше сложное время интернета и страшного распространения, огромного распространения социальных сетей, информационная гигиена очень важна. Соблюдайте ее, подписывайтесь на нас, товарищи, ссылки все в описаниях. Да, и тут важно всем нам понимать, что Европейский Союз это единственный шанс сохраниться как независимое суверенное государство и мир в этой стране. Это все очень просто. Все очень просто, да. Никаких там геополитик, рассуждений не надо. Все очень просто. Друзья, не переключайтесь, мы прервемся на короткую паузу, после чего вернемся и продолжим нашу сегодняшнюю передачу, наш сегодняшний подкаст обсуждением того, с какими результатами из Брюсселя приехало правительство и зачем они вообще туда поехали. То есть, не приезжай, скоро вернемся. Друзья, мы вернулись, это подкаст этого не мешки таскать, где мы обсуждаем молдавскую политику честно, со здравыми мыслями, долей иронии. У нас осталась последняя тема на сегодня. Члены правительства, то есть, большая делегация, правительственная делегация из Республики Молдова поехала в Брюссель, да, во главе с премьер-министром Республики Молдова. Там был и министр социальной защиты, и министр транспорта, и министр странных дел, министр юстиции, министр энергетики, министр экономики, да, то есть, когда практически все правительство было в Брюсселе. Встретились они с Боррелем, в том числе, да, с Жозепом Боррелем, и по итогу, скажем, Жозепом Боррел сделал следующее заявление. Молдова первая страна, подписавшаяся Европейским судом соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны. Оно позволит совместно решать общие проблемы безопасности, сделать наше взаимодействие более эффективным и изучить новую область сотрудничества. Значит, первое соглашение о безопасности. Иван, что вообще это дает нам? Ну, надо посмотреть, что это со соглашения, я его не читал. Видимо, это какой-то документ, который появляется в свете растущей угрозы. Для безопасности Республики Молдова. Да, и той войны, которую ведет Россия против Украины. И косвенно, или порой не косвенно, угрожает Молдове. Кстати, плюс, плюс это подготовка к переговорам о вступлении в ЕС, которые тоже не за горами, по оптимистичным оценкам они могут начаться уже через месяц, через полтора. Мы стараемся, Молдова старается и выстраивает отношения. Ну, и румынский евродепутат, по-моему, заявил, что, забыл, сейчас не помню его имя, Дегвред Моришан, спасибо. Он заявил о том, что буквально через месяц Молдову начнутся переговоры о вступлении. Это оптимистичный взгляд, я тоже оптимист, а там посмотрим. Ну, в общем, в любом случае, скажем так, пессимисты, не такие оптимисты, говорят о том, что переговоры могут начаться после того, как пройдут выборы в Европарламент, когда будет сформирована руководящая органа Европейского Союза. в любом случае, как бы, и самое оптимистичное, и самое пессимистичное настроение и мнение говорят о том, что это начнется в этом году. И подготовку, безусловно, нужно вести, готовить страну, делать домашнее задание для вступления в Европейский Союз. А это предусматривает внесение изменений и поправок в законодательство, приведение его в соответствие с законодательством сообщества. Доступ к Европейским фондам? Прежде всего, да. Несколько министров, которые подписывали эти договоры, говорили, что Молдова впервые, опять же, получает доступ к особым проектам, к особым европейским фондам, на которые раньше мы рассчитывать не могли. Это финансирование, реформы в нашей стране. И, мягко говоря, нам это выгодно. Ну, я слышал о цифре 3 миллиарда евро в дорожную инфраструктуру, которая собирается... Я не слышал такой цифры. Она нормально, мне нравится. Мне нравится такая цифра. 3 миллиарда евро, которая предусматривает... Ну, то есть, как бы, соответственно, планы, проекты и так далее, и, соответственно, строительство самой дорожной инфраструктуры. Ну, железные дороги, да, автострады и так далее. А вот люди, которые не КИКАД, тут же скажут, во-первых, деньги все будут разворованы, во-вторых, вы все набьете свои карманы, в-третьих, хватит лизать Михаилу, эту власть. А я вижу 3 миллиарда европейских денег, которые могут серьезно улучшить нашу страну. Которые Владимир Путин никогда не вкладывал и никогда не вложил. Нет, нет. Никогда. Газиком для Приднестровья пыхнуть может бесплатно. А еще на этом газе денежки дать? Нет. Своим политехнологом и приближенным дать, чтобы разворвали, да, что-то. Тоже могут, тоже могут, да, высаживался, ну, Гададону или Кчебану, я уж запутался в десант этих вот российских великих специалистов. Ольга Грак и все такое. Да, 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 из Калининграда. За кого вы нас держите? Ну, конечно, маленькие и не особо богатые, но никак и не настолько же мы провинциальны. У нас все же тут политика, это не ваша срань. Чтобы не понимать, да, как вы нас разводите, да. Друзья, в общем, ждем, скажем так, результатов, больших подробностей от этого визита, потому что там соглашение подписали и другие министры, да, министр социальной защиты. Да, господин Бузу вот был просто вот счастлив. Наконец-то вот такой документ. Я, опять же, нужно почитать документы, что это дальше означает. Он вот очень насветился, лучился. Будем надеяться, сказать, что это полезно для нашей страны. Друзья, это все, что мы хотели прокомментировать сегодня, о чем мы хотели поговорить. Я вам благодарю тебя за этот эфир. Взаимно, Михаил, мне всегда приятно с тобой общаться. Да, и в Камрате. Да, увидимся через неделю в Камрате в это же время, в этой же студии. А вы между тем не забывайте подписываться на нас, делиться этим видео, если вы этого еще не сделали. И берегите себя, друзья, сохраняйте бдительность. Увидимся через неделю. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok